Чем вчера Василий занимался? Ходил, наклеивал листовки Что у них было написано? Ну, одна о том, что ты занимаешься дрессировкой А другая, потеряя, как креститься в трекратном погружении Приглашение там было, куда приглашение? Ты даже не прочитал Потеряю? Да, при чем тут потеряю? Потеряю, это нет ни одного слова про потеряю А по изучению Библии? Читай По изучению Библии? Клеишь, не знаешь, что клеишь Может, там тебе какие-нибудь террористические Да, да, да Приглашаем на занятия по изучению Библии По толкованию святых отцов православной церкви По адресу Горно-Алтайская, дом 21, квартира 355 Каждую среду, пятницу и воскресенье С восемнадцати до девятнадцати тридцати На этих занятиях возможно Существует и в интернете По изучению Скайп, ты не понимаешь по-английски Пупков Сергей Один Здесь же ведется подготовка к истинному крещению озера С полным троекратным погружением в воду И вот эти вот телефончики И ты вчера, я смотрю, как ты клеил Заклеил на дрессировку Ну, вот так можно загнуть А вот этими телефончиками Дрессировку закрыл Можно загнуть А зачем? Почему ты вышито не проклеил? Я сейчас должен ходить за тобой и загибать Зачем ты? Ну, я заботился, чтобы место было другим Ну, а чё ты тогда взял бы одно на другое, наклеил И вообще здорово бы тогда было бы Чё так не сделал? Ещё бы место больше бы сэкономил Ну, хорошо, а у телефона можно загнуть было? Кому надо, он поднял и посмотрел, чё там написано и всё А ему... Зачем поднимать? Я же... Ну, ты... Ну, вообще... Я-то тебе дал дрессировку Прям крупным там написано, а ты её закрыл Ну, ладно, теперь я вот... Уразумел И все ты так наклеил? Все один на один наклеил? Слово, дрессировка, все заклеил? Да не все А почему не все? Почему в одном месте ты заботился о других, а в другом месте не заботился? Ну, смотрел, где места мало для наклейки Да там большие объявления везде Там я посмотрел Большая такая, где-то метр на метр До доска и два объявления в уголочке Одно на одно налепил Ни одного объявления там нету Ну, ладно, выразумел Как ты считаешь по пятибалльной оценке Сколько ты домов обклеил вчера? Сколько часов ходил? Ну, не знаю Ну, примерно час, полчаса, два, три, пять Ну, наш дом полностью Так пошел И туда так Там, там, там Там дом Ну, так вот Дом Двух подъездных, да? Ну, двух подъездных И тот дом Четыре подъезда Почему? Тот-то там, наверное, подъездов десять или больше Ага Ага Понятно Наш дом, по-моему Сколько подъездов он? Двенадцать Тот подъездов двенадцать и два Двенадцать, двенадцать, двадцать, двадцать пять Ну, объявлений тридцать Ну, два Шестьдесят объявлений ты наклеил Ну, ноги замерзли Шестьдесят объявлений ты все равно Руки, вроде, не так, как ноги В прошлый раз ты клеил, что у тебя замерзло-то? Руки Так я голоруки клеил Ну, я тебе дал перчатки Свои хорошие Не замерзли руки? Ну, я говорю, ноги больше замерзли Ну, ноги Ну, ты бы ходил бы поскорее Ты стоишь, этот раз смотрят Какой он ленивый, Вася Три минуты на одно объявление Хотя там надо секунд двадцать максимум Ты медлительный очень, поэтому ты и замерз Согласен? Согласен 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 Поэтому надо Закорозлость как-то из себя выветривать Как мы выветриваем? Что мы сегодня с утра с тобой делали? Ну, что мы делали? Зарядку делали Зарядку делали Зарядку делали А я тебе второй раз говорю, говорю Я выхожу в утром Пойдем со мной И ты второй день не выходишь Почему? Да не успеваешь Не успеваешь Почему? В туалет сходим В туалет сходим В туалет сходим Пока помоюсь Сколько у тебя уходит на туалет на помыться? Сколько? Минут двадцать Минут двадцать Минут двадцать А можно сократить это время как-то? У тебя раньше на еду сколько? Да, надо что-то ослабить Слабительное Слабительное Сейчас пост Может быть надо просто ограничить себя в пище-то Чтобы это Грудь не Кал не твердый был Ну, понятно А чего ты вчера ел-то? Сырую кашу А зачем ты сырую кашу съел? Ну, а чем больше питать? Хлеб у тебя есть? Деньги? Деньги у тебя есть? А чего ты в магазин пошел бы? Ну, или доварил бы кашу Зачем сырую-то есть? Такого вреда уже нет Ну, и не ел бы сыр Ну, раз она ты Как? Почему? Я прихожу у тебя Полная кастрюля И она Крупа Сырая Ну, я и говорю Сырая Ну, как ты так варил? Ну, гречка сварилась Ты что туда нацепил? Три крупы По стакану, наверное, да? Да, этой ложкой По три ложки Ну, пластмассово-черная ложка Это не ложка, это поварешка Ну, по три поварешки Трехлитровая кастрюля Три поварешки Одной крупы Три поварешки Другой крупы Ну, ты до этого когда-нибудь кашу-то варил? Не варил Ты варил Она у тебя через крышку-то не полезла? Ну, да нет Ну, потому что мультиварка Она у тебя не сварилась Почему? Ну, потому что Много крупы Мало воды Ну, а я тебе перед этим инструкцию давал Сколько насыпать крупы А сколько Воды Ну, я думаю Побольше сварить лучше Потом не варить А тебе зачем думать Если у тебя мозгов своих, Вася, нету? Тебе думать не надо Ты когда вот думаешь У тебя все вот получается Как попало Тебе не надо Я тебе показал Сколько крупы насыпать Сколько воды А ты ая думал Вот это вот ая думал Называется своеволе Дурость твоя, понимаешь? Сколько тебе лет? 71 Ну, ты до этого каши варил? Так я варил-то По-своему На пару Кастрюля На кастрюле Ну, ты знаешь, сколько воды Сколько Ну, какая разница На пару она варится Или на плите Все равно же пропал Да, я как-то не сообразил Сначала воды налил А потом Насыпал крупы А я тебе как говорил Ну, а под водой не видать Сколько А я когда тебе инструкцию давал Вспомни, как я тебе говорил Так пальчиком Сначала крупы Да, сначала крупы вот настолько А потом воды А ты почему так не сделал Как я тебе говорил Ну, что-то У нас газ за мозгом Закленил Вот Какой мы вывод должны сделать отсюда Послушание Послушание Вот И чему провело твое непослушание Ты в туалете опять вчера засел На сколько ты сидел Эту сырую кашу Вдавил из себя Часа два, наверное, да? Я так смотрю по времени То есть я прихожу Объявление Ой, Вася, Вася Ну, ты хочешь исправляться-то? Ну, это конец Ну, а что для этого нужно делать-то? Послушание А почему у тебя Каждый день Обещаешь Игнать Тихоновичу обещал И Лени Политликина обещал И мне обещал И не выполняешь свои обещания С чем это связано? Своеволю Как с ним бороться, думаешь? Какая молитва на это есть? Какая молитва на это есть? Где слово воля есть? По Слову Божию Ну да, это молитва в Слове Божьем Ученики спрашивали Господи, научи нас молиться Он им дал эту молитву Какую? Отче наш Ну, давай Молись Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Аминь Ибо Твое есть Ибо Твое есть Царство И Сила И Слава Во веки Аминь Садись Какие там в молитве были слова про волю? Пусть будет Твоя воля, а не моя Твоя, а не моя Вот Ты когда молишься Ты Сердце Прилагай к этому Молитву Вот Твоя воля Вот А у тебя своя воля Понимаешь? Бывает и это На службе рассеянный Какой-то волюшка По-другому А ты Следи за своими мыслями Следите за собой Написано Мысли Это дьявол посылает Это может быть они не твои мысли Поэтому Пресекай их У меня такое бывает И у каждого я думаю Сказано Непрестанно молитесь Но непрестанно молиться невозможно Всегда Мысли Суитные Дьявол посылает Во время молитвы Богослужения Нужно контролировать Уметь свои мысли Ну Сосредоточенность Нет На молитве Как свою работу оценишь? По наклейке объявлений На троечку На троечку Кашу варил Еще вчера На сколько оценишь? На двоечку На двоечку Три плюс два Пятерка тебе Вася На вчерашний день Отличник ты у меня Да? Ударник социалистического труда Как раньше это было А в школе ты как учился то Вася? Тоже отличником был Три плюс два Да? За уши на образование За уши тянули За уши тянули Ну А ты привык к такой жизни Что тебя постоянно Надо тянуть за уши Постоянно Подгибать Подпинывать Подталкивать Под это А сам то ты Когда начнешь Шевелиться Я тебе еще раз говорю Вася Никто Ни я Ни Бог тебе не поможет Если ты сам этого не захочешь А у тебя Желание Не Божью волю Исполнять А свою И молитва твоя пустая Потому что сердце Не прилагаешь к этому Покаяния не было в этом Видно Обещал меня Слушать И не выполняешь Вот Что вот было бы такое Что бы я тебе пообещал бы И не выполнил Можешь припомнить такое Не можешь Ну почему я слово свое держу А ты не держишь Ну у тебя стремление к Богу больше Ну у тебя почему Ну приземленное 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 И что будем делать Так же будешь ползать по земле Как червь Приземленное Или к небу полетим Да Ну надо бы отрывать От земли Что для этого нужно Изучать Слово Божие Изучать Слово Божие Сегодня занятие в 6 часов будет По скайпу у нас Вот Что мне это На глазу это Мешает как песок Да у меня травма была еще Когда? Да я вам что не помню Вчера? Позавчера? Да Давно уже Травма глаза была? Ну Зашивали? Да Ну Крову зашивали На телецком озере Что чешется глаз? Или слезится? Или что? Он пошел за дровами Глянь я посмотрю Ничего не красный Нормальный глаз Так Так Ну Как песок Как песок Мешает что-то Ну Раздвинь Как соринка Раздвинь вот так вот пальцами Ничего не вижу Ну это бывает такое При моргании больно? Да не больно Я говорю Как будто Старенько попало Моргать больно? Нет Ну так не надо Не тревать Ну и народное тело Как будто Попало Бывает такое Ну я так потрую И оно проходит Так потру Вот оно проходит Чем сегодня собираешься заниматься? Послушанием Послушанием Молодец Ну а если бы меня не было бы Вот я сейчас уеду Чем будешь? Ничего бы тебе не дал бы задание Чем бы ты делал? Кино смотрел Какое? Стихи Игнатий Тихонович Кино какое? Нету такого кино стихи Игнатий Тихонович Ну я имею ввиду вот этот ящик Компьютер Ну я вчера зашел Ты смотрю читаешь стихи Игнатий Тихонович Ну Игнатий Тихонович Душу полезно Душу полезно Душу полезно это когда остается что-то в голове Польза себе и ближним Ну расскажи мне Какое стихотворение ты вчера читал? Сколько ты прочитал вчера Стихотворений? Да я уж не понял Ну примерно Я так посмотрел Ты сверху читал И как ты нашел то эту папку то Ты никогда У тебя компьютер то был До этого? Ну посмотрел там Стихи Игнатия Тихонович Стрелкой ткнул Получилось Ну вот Правильно Игнатий Тихонович говорит На компьютере можем научить работать Даже парнокопытное животное Я тебя не учил Сам включил компьютер Сам нашел стихи У тебя когда-нибудь до этого был компьютер? Да откуда вы? Ни слухом ни духом Даже мышку видишь? Ни слухом ни духом Господь как делает Чудо Я тебе даже мышкой Ты не мог Курсор навести на нужную точку Тыкал и не попадал А тут сам без меня включил компьютер Нашел стихи и читал Да и слава Богу Ну и ты говорил Стихи надо Каждый стих Каждый стих надо Тыкать Туда стрелка вверх Потом вниз А я на возврат Воспроизвести все Воспроизвести все И все Да да Даже я не знал Ты сообразил Да у тебя талант Мы сейчас будем На программиста Наверно Пошлем тебя Да Пойдешь в институт Вышеобразовать Не шутей Не шутей С такими вещами Ну а че Вот Ну я так посмотрел Ты стихов 10 наверное вчера Прочитал Ты сверху вниз читал Ну и хоть один о чем Тема хотя бы название Можешь вспомнить Ну последний какие там Про отца своего Игнатия Тихонова Написал стих Ну и что он про него писал? Да не помню еще Просто заголовок Вспомнил Как называется заголовок? Ну в общем я тебе сказал про отца Игнатия Не помню Не запомню Ну а ты считаешь Что это нормально Читать и не запоминать? Ну а че сделаешь? Уже в таком состоянии Ну как Надо выходить из этого состояния Мы же с тобой помнишь Ты вот когда только начинали заниматься Ты один стих Евангелия читал Потом второе Сейчас скажи первый Ты не можешь уже вспомнить Только последний вспоминал А потом Стали заниматься И ты всю главу почти пересказывал Было такое? Где там Ну было же такое Вспомнил Ну с трудом Ну с трудом А как? Царствие Божие усилием берется Без труда не выловишь Рыбку из пруда А ты трудиться то И не приучен Совершенно я смотрю Ты работал то где Последнее время то? Кем? Последнее время то? Да Кочегаром? Да нет У хозяина Дворником Дай им Что заставит То и делаешь Понятно Ну и что он тебя заставлял? Ну что заставлял Грузить там Одно Грузчик Дворник Грузчик А были у тебя такие Работы Чтобы у тебя в подчинении Были люди? У меня? Да Никогда А кроме Дворника еще кем работал? Молодым когда ты был? Да Молодым то Ну Начинал со школы Училище Механизатора Сельского хозяйства То есть ты выучился Выучился на механизатора или нет? Молодым Я говорю За уши Тоже за уши Образовали Механизатором За уши вытянули Механизатором то работал по специальности? А не Я не люблю технику А учился зачем? Ну как бы От школы Откосить Так Я не сам Мне предложили От совхоза От совхоза Пойти Учить Учить Оплачивали тебе обучение? А Все это Государственное Все Дармовое Все Дармовое И ты за даром не мог выучиться на механизатора Да? А сейчас люди Ну если Тяги нет к технике Ну а в школе почему не осталось учиться? Да в школе не охота Ну а там какая разница? Ну а там просто И в школе не охота и там в училище не охота Это От школы отстать Другой образ Ну хорошо Училище закончил Куда пошел работать? Ты говорил где-то там на Калыметы Да А там Ну Потом Ну Потом это Призыв Призыв В армию Ну да армия то работал кем? Ну да армия там Не работал да армия не успел Да Учился на токаря На токаря еще Не получилось Не получилось Не получилось Ну а после армии повернулся Чем стал Зарабатывать то На жизнь? Ну после армии Грузчиком работал Грузчик дворник Больше не Выше никак Да я дворником не работал Грузчиком Всю жизнь Грузчиком проработал Да? Ну грузчиком В последнее время Дворником Это из-за жилья уже Дворником Так то желания Зать дворником нет А кем желание есть работать? Ну грузчиком Грузчиком Ну а у тебя здоровье позволяет Грузчиком то работать? Да ничего вроде Ничего вроде Нормально но сейчас бы пошел бы грузчиком работать? пошел бы а что не устраиваешься? так пенсии хватает пенсии хватает можно не работать доказать зачем это? правильно город то это то есть позвоночник садится от груза то есть здоровье уже здоровье то не молодое понятно но я же тебя перед этим спросил ты пошел бы пошел бы здоровье хорошее хорошее а тут почему не устраиваешься? ну сразу пенсии хватает сразу ты как-то то одно говоришь потом тут же раз в другое не ну пенсии хватает конечно сколько у тебя пенсия? 8300 минимальная ну ладно слава тебе боже наш слава тебе так значит будешь я сейчас поеду на работу будешь читать стихи Игната Тихоновича опять в одно ухо будет влетать в другое влетать и целый день так у тебя и пролетит ну так если на физическом уровне у меня уже такое мозга отшибли вот на лбу видишь вот это вот Вася ну я когда с тобой занимался я тебе говорю вот в такой высоте я на бетонный пол упал вот это на патрон в грудном возрасте Вася было такое что ты головой владенец на патрон на патрон упал вишку осталось колечко полуколечко да ну вот ты когда читаешь евангелие тебе же остается что-то ну вчера ты читал полуколечко ну мозга отшиблина полностью да лукавишь ты ты целую голову пересказывал потому что ты не тренированный и все ты никогда не тренировал ничего у тебя не отшибленное у меня было ошибленное у меня господь разум отнимал я в дурдоме лежал и все восстановил господь ну если мозга не работают но у меня раньше какие то мысли были а сейчас вообще ничего нет ничего нет вот мозги надо тренировать тренировать и не так читать чтобы лишь бы по буквам пробежаться чтобы что-то осталось а я расклеил объявление вот там уже в конце дед вышел с коробкой купи у меня коробку я посмеялся он ее бросил к мусорке поворачивается и тыкает в этот в домофон ну его тоже мозги отшиблины я говорит наверное не туда попал и собрался идти куда-то ну в общем это потерялся где он что он где он находится то есть ты я говорю заблудился пошел куда-то я говорю наверное не отсюда да я говорю ты отсюда вышел ну давай жать на это на кнопки и не знаю забыл свою даже квартиру и ты к чему это рассказываешь ну то что это у меня такое же состояние близкое к нему и ты радостная родственная душа с такого же нет ну я рассказываю просто да что не один ты такой в России бедолага с отшибленными мозгами ну а потом мужик заходит и я говорю он что-то не может даже свою квартиру не знает свою квартиру да все он говорит знает и пошел с ним другой а он что пьяный был или еще что он который не знал свою квартиру почему ну я говорю мозги отшибленные как ты так решил да как я решил если он это пошел и не знает свою квартиру жмет жмет на кнопки я говорит наверное не сюда попал и хотел идти куда-то может я говорю не отсюда наверное пришел пошел пошел хотел идти я его вернул у меня тоже раз было дома что-то слышу собаки лая тут скребется открываю мужик стоит и ключом мою дверь открывает пьяный ну я говорю а ты что то а я к себе домой как в фильме с легким паром ирония судьбы то здорово живешь ну потом выяснилось что он дома перепутал так так же расположение такое же я его проводил все ключ подошел только квартира замок заедал ну я что милицию вызвал сдал его прилично одетый напился ну ладно закончим разговор на этом наоборот что это в это нас это вот вот